В нашей истории есть один из легендарных правителей, имя которого в свое время было широко известно в России, Китае, Тибете, Средней Азии, Кавказе и Персии. Это имя хана Аюши. В русской историографии мы знаем его как Аюка-хан, но его оригинальное имя было искажено при переводе текстов из Тодобичик на русский язык. Поэтому в знак почтения к предку будем говорить везде Аюши-хан. Его правление в калмыцком ханстве ознаменовывается рассветом, могуществом, ростом влияния и уважения к Айратам. Но в чем основа этого могущества и рассвета? Это мудрая внутренняя политика в отношении собственного народа, основу которой еще в XIII веке заложил Чингис-хан. Лояльное и почтительное отношение к простому народу – это основа основ, которые делают народ и правители единым и неделимым. Дело в том, что структура кочевого сообщества отличается от оседлого – тем, что каждый мужчина в ней является воином, вне зависимости от рода и происхождения. Такое отношение требовало особого подхода. Чингис-хан и позже наш калмыцкий хан Аюши это прекрасно осознавали. Чтобы народ был крепким, а отсюда сплоченным и верноподданные готовы были пойти на смерть ради хана, наши правители руководствовались таким правилом. Каждый воин должен быть обут, одет и сыт, чтобы семьи, отправляя мужей и сыновей на войну, ни в чем не нуждались. Это может подтвердить современник Аюши-хана, историк и врач Габан Шарап. В своем историческом сочинении Дорвин Уэрдин Туке он написал «Онный Аюши-хан ложь и справедливость в людях видел». Так же, как Ирдыни Баатр Хун Тайджи подданных равенстве содержал. И многих подданных знатными учинил. Своих подвластных людей, пришедших разными случаями в убожество и разорение, от собственных родственников не отличал. Людей как ведомство, так и для наказания не отдавал, а содержал по прежде учиненной айратскими владельцами присяги во всяком спокойствии. Позиция Аюши-хана ориентировалась на защиту и безопасность народа. Даже бывали такие случаи, когда от сильной зимы или бескормицы простой народ терял от голода и холода скот, то из ханского табуна, гурта или атары выделялось поголовье животных для простых калмыков. Заметьте, уже в те времена наши правители осознавали, насколько важно благосостояние простого народа. Замечу, в современное время власть придержащие такими качествами не обладает. Очень многие наёны ценили Аюши-хана за его мудрость, которая не знала границ. Известен случай, когда двух наёнов Чемита и Четыра представители царской власти обвинили в том, что они грабят, убивают окрестных крестьян, Аюши-хан дал ответ, что его люди честные и верны собственной клятве. Чинить грабежи и беспорядки не будут. Впоследствии так и оказалось. Историк Габан Шарап также отметил, похвалял же речи и поступки аратских знатных владельцев. И, будучи со всех сторон обеспокоенными неприятелями, Улусу содержал о настоящем порядке. И все видевшие Аюши-хана в 49-летнее время его жизни похваляли. Личность Аюши-хана вызывает восхищение и почтение у нас, его потомков. Его мудрое правление заслуживает внимания как научной среды, так и почитания простого народа. Мы должны помнить об Аюши-хане и брать с него пример. Если Аюши-хан не видел разницы между Тургудом, Дербетом, Хошудом, Джунгаром, то и мы, современные поколения айрат-калмыков, должны идти по этому пути. Ведь этот путь был основан на единстве и уважении друг к другу. И как мы выстроим собственную дорогу, уважаемый зритель, зависит от вас. Пойдем ли мы той дорогой, которую показал нам наш великий предок Аюши-хан? Может настало время нам стать плечом к плечу, поддерживая друг друга в трудные минуты? Видеоролик мы хотим закончить так, словами Аюши-хана. Я познал истинную ложь и не делю четырех айратов. Субтитры создавал DimaTorzok